Дотации будут. Александр Бурков подводит итоги участия в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Уникальная спецтехника, фермерские продукты и контактные зоопарки. Выставка «Агроомск» открыта для посетителей. Сгорели мечи и лыжи. Удалось спасти компьютеры. Специалисты выясняют причины пожара в Тарской гимназии. Успеть за три дня в суде продолжают зачитывать 300 томов уголовного дела на депутата Шушубаева, когда станет известен приговор. Омская область может рассчитывать в 2019 году примерно на тот же объем дотации с федерального бюджета, что и в 2018. Об этом заявил Александр Бурков, подводя итоги своего участия в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которая состоялась в Москве. Совещание провел вице-премьер России Виталий Мутко. Оно продлилось больше трех часов. Участникам рассказали, какие есть варианты распределения дотации на выравнивание бюджетов на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. Омская область рассчитывает на 2019 год получить не менее тех средств, которые были предусмотрены в 2018 году. Это касается дотации с субъектом Российской Федерации. Регионы высказывались свои, точку зрения Минфин свою, но этот диалог еще будет продолжаться, и в скором времени мы увидим итоговую цифру. Также стало известно, что Департамент проектной деятельности правительства России представил требования к участию регионов в национальных проектах. Александр Бурков ставит задачи максимальное участие Омской области в каждой из программ во всем 12 направлениям указа Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. В свою очередь, отраслевые министерства по поручению Буркова ведут сбор предложений от всех 32 районов для формирования долгосрочной пятилетней программы социально-экономического развития области. С 23 июля начнется обоснование и защита проектов. К другим темам в Таре выясняют причины пожара в гимназии. Горела подсобка на втором этаже, расположенная по соседству со спортивным залом. В ней хранились мячи, маты, лыжи и другой инвентарь для занятий. Все это сгорело. К счастью, жертв нет. Огонь вспыхнул вечером, когда в учебном заведении не было людей. При тушении залили водой три учебных кабинета на первом этаже, однако пожарные спасли оборудование компьютерного класса. Специалисты назвали предварительную причину возгорания. Есть мнение, что ЧП случилось из-за нарушения правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Урон зданию гимназии нанесен существенный, поэтому придется постараться, чтобы успеть привести в порядок здание к началу учебного года. На работы осталось чуть больше месяца. Крупный пожар мог случиться и в Омском бассейне «Пингвин», где находится детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 6. Чтобы не допустить ЧП, прокуратура требует закрыть учреждение. После плановой проверки специалисты выявили массу нарушений техники пожарной безопасности. В здании нет аварийного освещения. При отделке помещения не всегда использовали огнестойкие материалы. Не отвечают требованиям и эвакуационные выходы. Сейчас бассейн временно не работает. В администрации решили не рисковать и приостановили деятельность самостоятельно. Сейчас там намерены оперативно устранить все нарушения, не дожидаясь решения суда. Администрация школы сама понимает, что эксплуатировать достаточно в данном случае не стоит. И, соответственно, сама принимает меры по устранению и пока не эксплуатируется. В Омске официально открылась выставка Агро-Омск. Во время церемонии открытия с приветственным словом выступил глава региона Александр Бурков, а также первый замминистра сельского хозяйства страны Джамбулат Хатуов. Чиновники осмотрели экспозицию выставки, а также обсудили вопросы поддержки аграриев и возможности приобретения новой техники. На Агро-Омске представлены последние достижения сельскохозяйственной сферы, современные культиваторы, пассивные комплексы, уникальные рыхлители почвы и измельчители соломы. Интерес к событию проявляют не только специалисты. Многие амичи приходят сюда за продукцией местных фермеров. Для гостей с детьми организовали и развлекательную программу, разные интерактивные площадки и контактные зоопарки. Выставка будет открыта до 22 июля. В Первомайском районном суде продолжают оглашать приговор по громкому уголовному делу Хабулдыша Шубаева. Длится это уже второй день. Всего в материалах уголовного дела 300 томов. Все их в суде предстоит зачитать. Позади только треть. Скандально известного бизнесмена, действующего депутата ЗАГС Собрания, обвиняют в хищении средств дольщиков при строительстве микрорайона Ясная Поляна. Пострадавших более 300 человек. Это люди, которые вложили деньги в строительство домов. Многие из них до сих пор выплачивают ипотеку, хотя так и не получили свои квартиры. Сумма ущерба составляет почти 100 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, Шашубаев потратил на покупку машин, ремонт офисов своей компании, строительство торгового комплекса. Однако Шашубаев свою вину не признает, а от общения с журналистами уже традиционно отказывается. Скажите, пожалуйста, как вообще ваше настроение? Как себя чувствуете? Без комментариев. Существовала в деятельности организации система визирования документов при помощи индивидуальных печатей, которые имели руководители разного звена. И в том числе свидетели обвинения подтвердили, что у Хабалда Жуспековича тоже была такая печать с изображением солнца. Вот именно наличие такой печати на документах и позволило сделать стороне обвинения выводы о том, что Хабалда Жуспекович руководил деятельностью данной организации. Прокуратура требует для Шашубаева наказания в виде 8 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей. У подсудимого маленький ребенок. Это может стать смягчающим обстоятельством. Предполагается, что приговор будут зачитывать еще как минимум сегодня и завтра. Мы будем следить за процессом. Шпаклевка и покраска поздним вечером, чтобы не мешать прохожим в Омске. Ко дню города начали косметический ремонт подземных пешеходных переходов. Всего их 20. Практически во всех уже прошла помывка полов, в планах покраска стен, прочистка дренажных систем, замена освещения и диагностика электрощитовых. Для такого комплексного обновления необходимо полностью перекрывать объект, поэтому работы проходят как в вечерние часы, так и ранним утром. Традиционно специалисты начали преображать сооружения на центральных магистралях, но ближе к августу переходы отремонтируют у молодежного центра «Химик», «Арены Омск» и СКК имени Блинова. Все объекты, которые мы обслуживаем, в том числе и подземные переходы, они обеспечивают жизнедеятельность города по 100%. Они насыщены энергоэлектрическим оборудованием. Вот каждый подземный переход, в котором мы сейчас находимся, у него выполнен обводной дренаж, это то, из которого перехваты грунтовые воды, дождевые воды. Их направляет у нас насосом, имеется емкость накопитель, и уже с накопительной емкостью насосами от качества длинновой канализации городской. Добавлю, что помимо ремонтных работ, специалисты планируют придать переходам эстетический вид. Для этого на объекты будут приглашены художники граффити. Положительный пример в Омске уже есть. Это подземки у СКК Блинова и «Арены Омск». Там стены оформлены в урбанистическом стиле. На 12-м канале сегодня большой прямой эфир, главным действующим лицом которого станет глава региона Александр Бурков. Он ответит на вопросы жителей области. В 20.00 начнется программа «Диалог с губернатором». Впервые в истории ее покажут сразу на двух ведущих телеканалах области – 12-м канале ИГТРК «Иртыш», а повтор – в субботу, 21 июля, и на телеканале «Россия-1». В телевизионные редакции уже поступило огромное количество писем. Жителей волнуют темы ремонта дорог, расселения из ветхого и аварийного жилья, газификация, социальные пособия и другие. Прием вопросов по-прежнему продолжается. Отправить обращение вы можете на электронную почту Добавлю, что трансляцию телевизионного эфира можно также послушать на Омском радио на волне 106,2 FM. Не пропустите. Историю одной любви Константина Симонова рассказали в «Галерке». В завершении сезона театр представил премьеру. Спектакль по первой пьесе Симонова он написал ее в 1940 году специально для своей возлюбленной Валентины Серовой. Глубокие и сильные чувства, которые поэт испытывал, к одной из самых популярных актрис Советского Союза, по его собственному признанию, были для него и большим счастьем, и большим горем. В центре спектакля – любовный треугольник. Муж с женой ссорятся, на пороге появляется поклонник. Жанр пьесы – комедия, поэтому в финале все заканчивается хорошо, в отличие от реальной жизни. После многих лет совместной жизни поэты и актриса расстались. Как по-вашему? Любит меня, да? Да вы действительно глупо спрашиваете. Такую любовь поискать. Такая любовь раз в тысячу лет. Но я не ценю. Но глупо. Вместо того, чтобы в объятия броситься, канитель развожу какую-то. Сразу после премьеры «Галерка» отправится в Крым. С 23 по 27 июля на сцене театра имени Лавренева Черноморского флота России коллектив сыграет пять спектаклей. Гастроли пройдут в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Севастополя и правительством Омской области при поддержке главы региона Александра Буркова. Поднялись в небо на воздушном шаре. Над аэродромом Калачева взмыли цветные аэростаты. И этот полет непростой. Его провели к юбилейной дате. Ровно 110 лет назад воздушный шар впервые взлетел на Домском. 22 мая 1908 года с берегов Ами в полет отправился известный сибирский воздухоплаватель Кудзоев. Его имя, к сожалению, неизвестно. В архивных материалах оно не сохранилось. Событие получилось трагикомичным. Пассажирка воздушного судна на глазах многочисленной публики выпала над Иртышом, благополучно приземлившись на баржу с песком. Высота была небольшой, травм она не получила. В наше время полеты на воздушном шаре стали частью повседневности. Тем не менее, они до сих пор не потеряли своей притягательности. Об ощущениях в небе Наталья Бельская. На подготовку воздушных шаров уходит около 40 минут. Это самый важный этап. Ведь аэростат, как и самолет, должен быть технически исправен и готов к полету. Сначала собирают корзину или гондолу. Внутрь устанавливают блок горелок и газовых баллонов. Затем надувают шар и вот огромный разноцветный купол взмывает в небо. На борту аэростатов воспитанники военно-патриотического десантного клуба Святого Александра Невского. Ребята уже поднимались в небо, правда, на самолете. В прошлом году прыгали с парашютом, но на воздушных великанах летят впервые. Признаются, ощущения совсем другие. Мне кажется, каждый человек когда-нибудь мечтал полетать. Вот так вот, не во сне, как бы, как все мы привыкли летать во сне, а вот так вот, видеть вот это все, как на ладони, леса, город, в принципе, это просто, это непередаваемо. Я сам на этом шаре впервые лечу в своей жизни. Вот. И здесь высота, вот она рядом, вот небо рядом, вокруг нас небо. Прекрасный божий мир. Прекрасный чувство высоты. И самое главное, что вот дети, сидящие в этих шарах трех, они испытывают удивительную радость. Воздушный шар – наглядная физика. Внутри оболочки из термостойких материалов 4000 кубометров теплого воздуха. Если его нагревают, шар парит в облаках. Если охлаждают, спускается на землю. Перед движениями аэростата руководит пилот Илья Орлов. Даже во время интервью он не перестает следить за температурой воздуха в куполе. Мы летим в корзинке и ощущается, как будто шкиль. На самом деле мы перемещаемся с ветром. Наша горизонтальная скорость составляет 18 километров в час, что соответствует 4 метрам в секунду. Одну секунду сейчас. Два часа до захода солнца. Лучшее время для полета на аэростате. На воздушном шаре ребята преодолели 18 километров. Послушно легкому сибирскому ветерку, над полями, лесами, дорогами, навстречу закату. На небо за звездой, высоко, тихий полет, это легко. Наталья Бельская, Екатерина Баучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Через минуту прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. Ковка. 509-017. 509-017. В приложении 2GIS вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок. Навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ходила раньше Анна из Шербакуля за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома в низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь сок фрута няня 500 миллилитров всего 37,80. Вот это цены! Ассортимент какой. Все есть от шоколадки до тетрадки. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Я актриса и знаю, как важны в кино настоящие эмоции. Я люблю, плачу, смеюсь. И я должна быть уверена в себе. В этом мне помогает гиалуроновый крем-либридерм. Он увлажняет мою кожу и сохраняет мою курсоту. Уход за своей кожей я доверяю либридерм. И о погоде. Завтра, 19 июля, в Омске и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью до плюс 20, днем до 29 градусов тепла. Возможны дожди. В Омске столбик термометра ночью опустится до 19-21 градуса. Днем поднимется до плюс 28. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей смотрите в 17.00. Эфир 12 канала продолжит сериал «Между двух огней». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok